Привет! Всем привет! Мы все в сборе! Здравствуйте! У нас сейчас очень классная пара с молодым профессором. Ну как молодым, ему 40 где-то. Но он относительно молодой профессор. И нам очень нравится с ним. Потому что он интересно рассказывает, у него интересный привет. Да, и он был с нами в Испании. То есть он нам там две недели, по-моему, преподавал. Другой предмет, причем он был у нас преподавателем две недели в Испании. И вот, и он нам еще там понравился. Он здесь единственный, кто так преподает в испанском стиле. Да. Да, нам очень нравится. Да, на улице, кстати, минус два, очень холодно. Но, слава богу, нет ветра. Если был бы ветер, он бы вообще в большинстве нас задавили. Потому что Катька, она так вроде заболела, да? Да, у меня сон. У нас закончились пары. И здесь вышло солнышко. Так красивенько стало сразу же. Буквально сразу же стало красивенько. Да. И сегодня была интересная пара. Потому что нам рассказывали про методы идентификации личности. И в логистике, и вообще в жизни. Да, особенно биометрические. Да. И нам сказали, что здесь, в старой Риге, есть камеры, которые фиксируют там, ну, не только движения, они также способны идентифицировать лицо человека, и, то есть, получить какую-то информацию. То есть, если здесь будет какой-то гулять преступник, который есть в базе данных, то камера его может сразу же найти и передать сигнал соответствующим органам. В общем, да, это нам рассказал наш преподаватель. Вот. Поэтому... Да, вон камера. И теперь мы смотрим на дома и видим действительно камера. Раз. Раз. Я не могу её найти и всё показать вам. Вот. Камера. Раз. Вот. Потом на том здании... Вон. Камера. Два. В общем, мы этого не замечали. Он нам сказал, ему теперь обращай внимание, и действительно здесь всё просто везде вот камеры, смотрите. Вон камера три. Прикольно. Ура. Два. Мы на negative д wire металла с положением. Вон камера пишет. Таковёл. Как защитить твою нужда錢? Два. Как вместеайтесь? Прикольно. Из-за чего не приходится тогда и� hoy. Вон камеры сп mother подд LAUGHTER мы еще сегодня общались с нашими одногруппниками в общем сейчас наши ребята ищут себе на лето работу вот знаете я тоже так подумала блин это не за горами пора искать какую-то работу или вообще определиться чем мы будем заниматься я зашла на сайт на интершип in spain вот смотрела какие там есть варианты предложения в общем-то очень даже реально устроиться на работу в испании при моих например условиях то что я не очень хорошо владею испанским но я знаю английский и русский украинский вот и там есть очень много предложений по созданию веб-сайтов в принципе в принципе я понимаю что я бы я сейчас не знаю как это делать но проанализировав все свои навыки я могу сказать что в принципе я могу научиться этому поэтому я сейчас села за компьютер и сейчас себе скачаю видео уроки по созданию веб-сайтов и веб-дизайн и буду этому учиться я надеюсь что я это освоил в короткий срок и смогу найти себе на лето работу да я очень на это надеюсь крайне мере я так себе запланировала но сейчас посмотрим я начну учиться я давно кстати это хотела уже сделать и у меня даже есть уже закачанные уроки но я посмотрела только пару штук и просто там нужно практиковаться и у меня не было времени или желание или знаете нужен какой-то пинок под зад всегда вот сейчас думаю этот пинок настал и я буду учиться также я смотрела конечно же логистику специальности по логистике без шансов вообще вот на лето ничего нет совершенно поэтому поэтому я и решила немножко уйти в сторону от логистики потому что сейчас на короткий срок это нереально найти работу к сожалению так я кстати прошла три урока уже вот меня хватило на три урока на самом деле вот если вникать там сильно и все это применять на практике то сложновато вот сейчас мы едем в супермаркет а потом мы едем в спортзал забираем портвалок и едем в спортзал а потом я вечером опять буду учить вот я вам покажу вечером как там все проходит как проходят все уроки мы пришли домой вот мы купились я передумала эти в зал ребята пошли в зал а нет потому что я поняла что насморка мне делать там ничего вот а еще смотрите что мы купили нет мы не купили два яйца нет но просто выходили с машины и открыла багажник и видимо кулек немного повернулся и яйца просто выпали на пол и разбились осталось только два на самом деле осталось там еще были подбитые яйца мы с димой думали их забрать но стаскал нет сальмонелла там не надо забирать не знаю какая там сальмонелла или нет но евро мы потеряли на яйцах за что уцелела вторая пачка мы не совсем без яиц еще мы купили мяско и там в общем то мы все основные продукты купили потому что мы просто сегодня поняли что у нас все закончилось у нас реально ничего уже кушать вот как-то в этот раз у нас продукты закончились просто очень быстро молниеносно можно сказать я не знаю что на нас нашло чего мы так много кушали в общем вот так поэтому нам сегодня пришлось поехать еще мы купили моющих средств потому что здесь квартире не было моющих а нам уже пора хорошенько помыть квартиру и вот мои видео уроки мой курс называется линда photoshop cc for web design и здесь в общем то получается 11 уроков я уже посмотрела 5 хватит тут есть еще папка в которой файлы для того чтобы практиковаться и вот я открыла там один файл и вот самое видео правда уроки все на английском вот если вы знаете английский то если вам это вообще интересно то вам будет вам понравится в общем то видео курс мне очень нравится все по теме интересно и на хороших примерах и много ссылок дает еще преподаватель а сейчас будет сопливое прощание сопливых людей мы так лежим потому что если мы поднимаем голову то просто с носа все вытекает поэтому всем не болеть всем хорошего дня ну настолько сопли раз больше ничего нет поэтому все равно она сильно по мозгам беда всем не болеть всем до завтра всем пока 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 мы спать а